На один день парковка переутворилась в парк, библиотеку и каверню. З Могилёва стартовала в Беларуси международная инициатива экологичных микрозон у городской просторы. Такой акцией беларуские эко-активисты распочали подрыхтовку до дня без ауто. Зона от пачинку на парковках совсем не то, до чего призвучались горожане. Однако, именно таки ход для своей акции обрались об эко-проекту, как показать, что вызволить место для человека на загруженном городе просто. В городе есть не только машины, но есть сами люди, которые все-таки чем-то занимаются, кроме как ездят на транспорте. Поэтому на это и рассчитана акция, что можно иногда хотя бы ездить на городском транспорте. В этом есть очень серьезный смысл большой. Потому что, естественно, люди уже тут в бетоне, в стекле, они не видят природы. Они все бегут, бегут, бегут куда-то, пробегают мимо, они не видят ничего. Поэтому остановиться бы. В степле могилючане бесплатно почистоваться кавой, отримать улетки. За экологичной информацией подоходили с остеорогой. Однако музыка и добрый настрой зарабили свою справу. Трапный час, капспыниться, опашнуть и вырошить на один день, зарабить поветро в городах больше чистым. Я сейчас учусь в университете и приезжаю только на выходные домой. Но я, можно сказать, по пять дней отказываюсь от машины и так далее. Долгое время не езжу. Выбросы от автотранспорта Могилевской области составляют, ну, наверное, раза в два с половиной больше, чем от всех предприятий. Ну и мы сами видим загруженность наших дорог, пробки, ну и соответствующие запахи, пыль, сбоги, которые способствуют в то же самое автотранспорт. Во властности у Захаров в области МЛ-360 тысяч авто, 22-го вера с ней пропонуют на один день изменить машину на громадский транспорт и взять удел у акции подвязицу седа и выкористать для руху замест трех-четырех один автомобиль. Павел Савицкий, Седа Каспарова, Николай Соболев, Новины Регион.